Рязанский государственный медицинский университет вновь стал площадкой для конкурсных состязаний будущих хирургов. Принять участие во всероссийских лапароскопических играх приехали команды студентов из шести медицинских вузов страны. База для соревнований в РязГМУ отменная, создан один из лучших центров симуляционного обучения студентов. Занятия на тренажерах мало чем отличаются от проведения реальных операций. Они прямо отсюда, из класса могут идти в операционную и делать. Так оно и есть на самом деле. Это же мы имеем дело сейчас со студентами интернета, а здесь проходят обучение и практические врачи. И им надо, они приезжают обучиться, им надо, например, постичь лапароскопическую холецистоктамин. Они ее здесь постигают, основы идут в наши операционные. Мы им помогаем, они осваивают и уезжают к себе. Уезжают, ну, например, Михаилов, да, уезжают и оперируют там, где стойки есть. Сейчас на виртуальном тренажере будущие хирурги выполняют одну из операций в области брюшной полости – легирование сосудов печени. Виртуальный лапароскопический тренажер, симулятор, он помогает обучиться от базовых навыков в эндохирургии, до более сложных уже вмешательств операционных. Более простые тренажеры, навыки – это координация инструментами, владение видеокамерой. Далее уже идут по нарастающей сложности, где нужно вставить катетер, удалить катетер, либо коагуляция сосудов, удаление кисты. И по нарастающей сложности мы приходим к условно-зачету на данном же симуляторе. И симулятор сам поставляет дооценку и выдает документ прохождения данного навыка, данного курса по эндохирургии. Лапароскопия – один из самых прогрессивных методов хирургии. Операции на внутренних органах проводятся через небольшие отверстия, пациент быстрее восстанавливается. Однако овладеть навыками лапароскопии нелегко. Пальцы хирурга не чувствуют живых тканей, и свои тактильные ощущения он должен буквально вложить в инструмент. Тончайшие манипуляции – это как погружение в мир, умение пройти по лезвию бритвы. Участники конкурсных испытаний продемонстрировали навыки удаления аппендикса и грыжи, а также мастерство выполнения швов. Спрос на хирургов, владеющих методами лапароскопии, повышается с каждым годом. Растет и доля лапароскопических операций в общей оперативной практике. Сейчас она еще не столь значительна, всего около 15%, но сложность этих операций возрастает. Метод применяется уже и при лечении онкологических заболеваний. Лапароскопические игры опытные хирурги считают лучшим наглядным средством профориентации. Они активизируют студентов, профориентируют, активизируют будущего врача, уже, скажем, на хирурги. Ведь в хирурги мало идут вообще студентов. И я думаю, что вот эти вот соревнования, состязания, они просто вызовут интерес, придут посмотреть, а дальше сами захотят делать. Хорошо подготовленных хирургов, владеющих методами лапароскопии, ждут в больницах страны. Дмитрий Соколов, РВТВ